В прошлом году, в 20-х числах октября, на улице уже моросил снежок. Такого в этом году не повторилось, зато в элитном дивизионе, как и обычно, прошел очередной этап регулярного сезона. В ближайшие несколько минут мы расскажем вам о самых интересных матчах Зенит Премьер Лиги. Открывало игровые выходные спортивное дерби. Шэдус против Крю 07. Как и предполагалось, команды выдали борьбу и равный футбол с обоюдными захватывающими моментами. Весь первый тайм противники притирались друг к другу, изучали слабые зоны и пробовали подходить к воротам с разных сторон. К сожалению, голов зрители не увидели. Зато во второй половине игры времени для раскачки уже не потребовалось. Быстрый штрафной в ворота Григория Митрофанова и подкрученный мяч от Вадима Зимина. После этого снова непродолжительное затишье. И лишь в последней четверти игры тени в лице Егора Ремезова смогли сначала отыграться, а затем и отвоевать свои три очка. За несколько минут до свистка Даниил Костин замкнул комбинацию после углового. Еще одни спортсмены, которые уехали с политехника с очками, это МСГ. Первым делом они выдали максимально результативные заключительные 10 минут в матче со Штормом. Выиграли со счетом 6-1 и двинулись на следующего морского соперника – Александра Невского. Голами порадовали почти сразу. Начиная с пятой минуты, МСГ то и дело напрягали Андрея Клевцова. К концу первой половины игры на табло было 5-0. За второй тайм и тем и другим удалось забить по три гола. И если для МСГ это не было необходимостью, то военным как раз таки было важно отыграть хотя бы минимум мячей. И несмотря на то, что дубль Федора Полещикова и гол Никиты Семенова состоялись, про игру можно было сказать в одну калитку – слишком уж непросто было выстоять против разыгравшегося Андрея Козлова, который оформил хэт-трик и отдал 4 голевые. Результат бескомпромиссный – 8-3. Довольно-таки результативным выдался и матч между Полимакс и Китами. К сожалению, итальянцы, которые еще в прошлом сезоне боролись за бронзу, этой осенью до сих пор не могут показать уверенный футбол. Однако именно они открыли счет в матче и до перерыва держали противников в напряжении. Но быстрые контратаки Китов оказывались многим успешнее хороших комбинаций Полимакса. Второй тайм начинали аналогичным образом, но давления универсантов хватило ненадолго. Очень скоро Киты забрали мяч и размеренно расстреляли Артура Шубина. Шанс забить был почти у всех. В составе Полимакса трижды отличился Никита Ларионов, и под занавес тайма с пенальти в 9 пробил Александр Борисов. Однако даже подарок от Китов в виде точки не смог помочь команде. Как итог, 7-4 и парни в оранжевом поднимаются по таблице на две строчки. Коротко о других матчах в Зенит Премьер Лиге. Киты после победы над Полимакс крупно проиграли дерзким утятам. Тени во втором матче не сумели одолеть Сноу Китс. С ними же не справились Полимакс. Таким образом, Снежные увезли с собой шесть очков. Столько же набрали футболисты волны, обыграв Кастильо и Адмирал Б. Горняки потом исправились за поражение в матче со слабыми, а моряки поделили очки с Военной Академией связи. Александру Невскому три очка подарил инженер, который не успел собрать состав на игру. А мафиози покуражились в матче со Штормом, забив 11 мячей против одного пропущенного. Субтитры создавал DimaTorzok